Ваше требование сейчас отчитаться Коболева и представителей Кабмина по вопросам энергетики понятно как минимум в свете том, что в правительстве два года не отчитывались в целом Верховный Радио о государственной политике, которую они проводят в Украине. Но сейчас конкретно чем обусловлено это требование и будет ли на него реакция какая-то? А я думаю, что наша вимога цілком логична. Когда уряд хочет поднять до 11 тысяч гривен за тысячу кубов газу, они должны прийти и прозвитывать людям. Звідки такая ціна? Когда собевартность украинского газа 1,5-2 тысячи гривен. Они должны объяснить, какие подставки для подвищения цін на газ. Для того, чтобы нафтогазу керівникам знову премии по 45 миллионов евро выплачивали. Для того, чтобы газовидобувание 300% рентабельно все мало. Залежьте в кишеню до каждого украинца. Люди останні віддают за ту комуналку, чтобы они собі по 3 миллиона гривен зарплаты в месяц нараховывали. Я не против великих зарплат. Мы, наоборот, боремся за то, чтобы у людей великие зарплаты были. Но уряд рассказывает, что миллионам работников зарплаты нет. Они шукают варианты, как сделать так, чтобы люди не отчули подвищения цін на газ. Я уже подказую этот вариант. Подвищение зарплат. Единственное, чтобы люди не отчули подвищения цін на газ. Потому что, когда вимоги МВФ, зарплаты поднимать не можно, пенсии поднимать не можно, а цін на газ нужно поднимать, так вопрос, а для чего их поднимать, как их платить. Кто нормальный человек, заплатит 11 тысяч гривен. Знову перекладывают борги по коммуналисту, и затем будут в бюджете предпочтать кошти. Олег Полякович, нужно, чтобы наши зрители понимали, цена на газ у нас прямо корреспондируется не только с ценой на энергоносители, на тепло, на горячие воды и так далее, а фактически совсем, что нас окружают продукты питания, проезд и прочее, чтобы все вырастить в цене. Безусловно. Саме тому, коли нам МВФ ставит вимогу про подвищение цін на газ, це фактически деіндустриализация. Знищение наших промисловых предприятий, их закритие, потому что продукция стает дороже и неконкурентостатная, и люди выезжают за кордон, чтобы найти себе, где заработать. Американцы держат на внутреннем рынке ціну на газ 103 доллара за 1000 кубов. Мы должны меньше слушать, что нам говорят, а нужно делать то, что американцы делают для себя, и развинутые страны. Нам, наоборот, нужно снижать цены на газ на внутреннем рынке, для промисловости, давать дешевшие энергоносители, заохочевать энергомодернизацию, чтобы больше платили зарплати, и чтобы наша продукция стала конкурентостатной. Потому что в результате подвищения цін на газ, мы просто дорожаем продукцию, она стает неконкурентостой и на зовнішнем рынке, и на внутреннем рынке. И из этого програя каждый украинец, который втрачает зарплату и втрачает рабочее место. Теперь, что касается подвищения цін на газ в жилово-комунальном секторе. Для того, чтобы не повышать тарифы, выход один – энергомодернизация, не консервация бедности через субсидии. Когда в минулый год обсяг субсидий был 45 млрд грн, в этом году 78 млрд грн, в наступном такими темпами будет 150 млрд грн. То есть все деньги идут на субсидии, на выплаты борьев по зовнішних обязанностях и все. А мы предлагаем другую политику – снижение вартости тарифов через энергомодернизацию. Масштабные программы энергомодернизации – замена векон, котельник, дверей, теплотрас, лечильники в каждую хату за рахунок державного бюджета облгазов, жесточайший контроль за споживанием, чтобы не было коррупции. И в наследок этого – снижение вартости тарифов. И второе ключевое – это максимальные умовы для сближения выдобуток властного газа. Мы были авторами инициативы про снижение рентной платы до 6% на выдобуток газа из новых скважин. Подивите, уже он плюс у нас по цьому году значное сближение обсяги выдобывания газа. Тобто, вот что нужно делать. Кроме газа, давайте помнимать, в Украине больше 2 млрд тонн разведанных запасов торфу. Вухгилля, який мы купуем сегодня импортное, и шахтарь Селідова, и Червонограда сегодня под Верховной Радой бастуют, бо им не платят грошей. А 3 млрд долларов минулого року заплатили за импортное вухгилля. Так вот президент Порошенко повинен не контракты привозить на американское, юарское или российское вухгилля, а инвестировать в увеличение выдобуток властного вухгилля, властного торфу. Мы боремся за восстановление торфяной галузи, властного газа. Для того, чтобы перестать куповать, у нас разведанных запасов вухгилля на 500 роков, разведанных запасов газу больше 4 трлн кубов, разведанных запасов торфу больше 2 млрд тонн. Слушайте, мы на золоте ходим, а сами ходим и побираемся. Мы можем продавать сами и торги за кордон, и газ, и вухгилля, если правильно проводить политику, инвестировать в рабочие места и увеличение выдобуток властных энергоносиев. Почему это не делается? Потому что газ всегда была коррупция. На трубе сидят, миллиарды зарабатывают, в офшоры выводят, платят за это украинцы. Вот я пропоную поломать эту коррупцию и торговать газом, а не купить ее за кордоном. Ну, отчасти, возможно, именно для этого и была создана компания, именуемая НАК «Нефтегаз». Об этом мы много говорим и много слышим из уст представителей экспертного сообщества, из уст политиков в том числе, но время от времени получаем лишь информационные сообщения об увеличении зарплаты или получении тех или иных премий чиновникам из «Нефтегаза». Голова «Нафтогаза», вместо того, чтобы прийти до парламенту, звитвовать, он встречается в Лондоне с Соросом, знаменим международным спекулянтом, который хочет загарбать нашу трубу. Сначала сбанкрутить, потом загарбать. Так вот надо не с Соросами встречаться, а с украинскими депутатами и прийти и ответить на вопросы украинцев про цены на газ, про рентабельность, про перспективы развития, про модернизацию. Вот про что нужно говорить. Про глобальные темы, которые дадут бачение завтра сегодня. Не ховаться, а ответить на очень простые вопросы, которые хвиливают миллионы людей. Потому что мы напередуне опалювального сезона. И для людей важно бачить свитло в конце тоннеля, бачить перспективу. Влада должна честно говорить с людьми. Не рассказывать, что надо поднять цены на газ. Вы объясните, почему их надо поднять. Яка причина. Как сделать, чтобы люди имели возможность платить. Какие компенсаторы. Что влада делает для того, чтобы улучшить видобуток собственного газа. Вы объясните честно людям. И, возможно, люди поддерживают вашу политику. Так, как мы это делаем. Ну, а эта политика правительственная продлевать и продлевать обязательства нефтегаза еще на два месяца, еще на два месяца. Она, вот как ее объяснить, насколько она корректная. Потому что рано или поздно это решение придется принимать. Это называется, боятся принять решение. Потому что смотрят на рейтинги. Треба смотреться не на рейтинги. Треба смотреться за горизонт. Бачить далі своноса. И на перший план ставить интересы граждан. И интересы страны. И честно говорить с людьми. Казать, казать, правильные вызовы. И показывать, как их решить. Не обманывать, а показывать, как эти вызовы решить. Мы живем в жорстском свете. Мы живем в свете, где нужно брать на себя обязательство. Где нужно брать на себя смелость говорить правду. И брать смелость принимать решение. Решение принимать. Вот если бы президент Порошенко не заглядал бы с ранку в свои рейтинги. А брал бы на себя смелость принимать решение. Я абсолютно уверен, что мы бы уже решили проблему войны на Донбассе. И если бы они не заглядали у рота Международного валютного фонда, а брали на себя смелоевые решения. Я абсолютно уверен, что мы бы давно уже приняли изменения до Конституции, где закрепили за фермерами право на землю. Где вы значили, что основой аграрного строя Украины есть фермерское господарство. Где вся государственная политика проводилась на восстановление тварины своей агропереробки в селе. И на рабочие места для украинских селян, а не для наших закордонных конкурентов. Но и Андрею Кобелеву вряд ли стоит говорить с Соросом о приватизации тех или иных предприятий энергосектора. А лучше вот то, о чем вы сказали, прокоммуницировать с обществом, с гражданами собственными вопрос повышения возможного очередного цены на газ. Немає жодних объективных причин для подвищения цены на газ, крім вимог Международного валютного фонда. Инших причин немає. Чому це робить Международный валютный фонд, я уже сказал. Їхня політика – це політика деіндустріалізації України, перетворення її на сировинную колонию и экспортера дешевої робочої сили. Моя політика – інша. Це відновлення космічної держави. Сьогодні от ми прийняли постанову, увічнили память Леоніда Каденюка, космонавта. Найкраще увічнення її пам'яті – це відновлення космічного статусу нашої держави. Щоб запрацювали підприємства і щоб ракети, виготовлені в Україні, бороздили світовий простір, а не торгуємо сировиною.